В рамках клеточной инженерии есть один метод вегетативного размножения растений. Мы, кстати говоря, его вообще, когда изучали ботанику, говорили, какой вы знаете. И он имеет отношение к клеточной инженерии. А, сейчас, 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 это... Метод, кстати, он точно был в ЕГЭ, там предлагали несколько. Когда в просторе выращивают клетки, это, там, клеточная... Да, идея правильная, метод культуры клеток и ткани. Метод культуры клеток и ткани. Там берут одну клетку, из неё получают сначала каллус, это клеточная масса. Клетки каллуса обладают тотипатентностью. Это, как бы, способностью делиться и давать такие же клетки. То есть, фактически, клетки вот этой вот клеточной массы... Да, делятся методом. Можно сказать, что они... Тотипатентность — такой, знаете, период в развитии клеток, когда они, как бы, ещё не дифференцированы. А, и... Что такое образовательная клетка? Ну, клеток образовательной ткани, да? Или из любой? Нет, из любой ткани. Я тут не знаю, что именно образовательная была. Это вот какие-то клетки, которые... Вообще, знаете, как их ещё называют? Стволовые клетки. Да, потому что стволовые клетки мы, естественно, не можем назвать именно какая-то ткань. А дело в том, что стволовая клетка, она даёт такую же не дифференцированную стволовую, а уже вторую какую-то дифференцированную. Да, вот так стволовая работает. Вот смотрите, вот стволовая. Она дала стволовую и дифференцированную какую-то. Стволовые — это не дифференцированные. Потом стволовая опять даёт стволовую и опять дифференцированную. И вот ствол, вот этот вот, почему так назвали? Потому что ствол состоит из стволовых клеток постоянно. Это удобно, потому что чем больше стволовых клеток, тем больше шанс регенерации и прочих процессов для того, чтобы остановить. Да. Они, например, вот плацента плода содержит много стволовых клеток, бессмертных клеток, которые могут делиться. Поэтому сейчас женщины, некоторые, когда рожают ребёнка, они свою плаценту сдают в криокамеру, чтобы плацента хранилась, потому что она может быть источником для стволовых клеток при операциях. Можно любой орган какой-то, если какие-то проблемы с органом, можно взять из плаценты клетки и орган восстановить. Я так понял сейчас в медицине. Да, так делаем. Просто мозг так нужно заменить, и новый всё сделать, буквально. Там органы нужно вырастить, культурой клеток надо. Да, вот органы тоже выращивают сейчас постепенно, там кожу выращивают. Вот интересно, сколько стоит хранение вот этого всего в криокамерах, там вот этих всех половых клеток эмбрионы хранят животных. В криокамерах сейчас очень долго. Там жидким азотом всё используется, именно жидкий азот. Так, ну дальше проросток вырастает. Ну и, в общем-то, проростков, может, миллионы могут получать. Вот, например, женьшень, который только в Китае растёт, его так получают в пробирке методом культуры клеток и тканей в любой стране выращивают. Я помню раньше, когда я в школу ходил, я часто сидел ночами за книгами, и утром вставал, я ведь не мог встать. Да, и вместо кофе я несколько капелек женьшеня на стойке себе капал в чай, да, и вроде бы уже как бы лучше, да, потому что тонизирующее такое, да, собственно говоря. Потому что я когда в школе учился, я тащил все предметы, и я почему-то такая нагрузка была, я сейчас понимаю себя, зачем мне это всё надо было вообще. Вот, но я вот, конечно, перегружался периодически. Но в итоге, вот здесь вот вы видите, какая история проростков, много можно получать. Да, ну ещё клеточный инженер, конечно, соматическая гибридизация. Например, получили помидофиль, это гибрид томата и картофеля. Если соединить клетку соматическую томата и картофеля, они, оказывается, соединяются, а половые клетки не соединяются. Вот, у помидофиля внизу клубни, а вверху томаты. Очень удобно собирать урожай.